Приветствую тебя на своем канале и продолжаю тематику того, как влияют наши действия на Землю, на природу, на мир в целом. Итак, сегодня я хотел бы коснуться пластика, а скорее того, сколько его произведено. Посчитано общее количество произведенного человеком пластик. Ученые из нескольких американских университетов посчитали, сколько пластика произвело человечество за всю историю, какая его доля перерабатывается и какое количество пластика появится на планете в ближайшем будущем, если его потребление не сдерживать. Пластик разлагается сотни лет, и даже сказать так, он не разлагается, он крошится, проходя стадии от большого пластика до микропластика, которые попадают в организм не только животных, но и человека. Поэтому данный элемент наносит огромный урон окружающей среде, накапливаясь в ней. Однако достоверных данных о масштабных действиях не так уж и много. Но мы можем наблюдать их в морях и реках, да, уже в принципе и в любой воде, и практически в любой почве. В новом исследовании специалисты посчитали общее количество разных видов пластика, произведенное человечеством. За 50-60 лет с момента массового выпуска в середине прошлого века люди произвели около 8,3 миллиардов тонн, причем половина от этого количества произведена в последние 13 лет. От биоразлагаемых пластмасс же за все время произведено лишь 4 миллиона тонн, что в 2075 раз меньше. Авторы исследований исключили их из дальнейшего анализа. Пластиковых отходов по состоянию за 2015 год оказалось около 6,3 миллиардов тонн. Из них 79% находятся на свалках или просто в природной среде, 12% сожены и лишь 9% переработаны для повторного использования. В лидерах по переработке пластика являются Европа и Китай. Там повторно используют около 25-30% от пластиковых отходов соответственно. В своем исследовании экологи использовали статистические данные о производстве, использовании и утилизации различных видов пластмасс. Речь идет о термопластах, реактопластах, полиуретане, эластомерах, герметиках и т.д. Особое внимание уделяется полиэстилену, высокой и низкой плотности, полиэстилену, полиэстеролу, поливинилхлориду, полиуретановым смолам и волокнам полиэстера, полиамида и акрила. Ученые предупреждают, если текущие тенденции по выпуску пластика и управлению отходами сохранятся, то к 2050 году уже 12 миллиардов тонн окажется на свалках в природной среде. Это примерно вес зданий Empire State Business в Нью-Йорке. Столько же будет сожжено и лишь 9 миллиардов тонн переработано. Данная информация еще раз напоминает нам о том, как мы безответственно относимся ко всему тому, что мы делаем. Человек практически перестал заботиться о своих последствиях, о том, что он делает и не задумываться. Деньги у нас стали на первое место и сейчас мы все больше и больше загрязняем ту среду, в которой мы сами же и живем, ту среду, в которой будут жить наши дети и наши внуки. Но больше всего меня, конечно же, поражает то, что те люди, которые стараются заработать на пластике, засоряя среду, засоряя наш воздух, засоряя воды, с которыми мы соприкасаемся, воды, которые мы пьем, они не думают о том, что им же придется пить эту воду и никакие фильтры не помогут, потому что микропластик, он уже абсолютно везде и это реально доказанный факт. И чем больше мы будем закрывать глаза на все эти зверства, которые мы творим с природой, с экологией, тем больше мы будем убивать, подвергать себя той гибели, которую мы сами выбрали, то тому направлению, которое мы сами выбрали. Поэтому, если вам не безразлична данная тематика, если вам не безразлично то, что будет с нами, с планетой, с землей, с природой, с морями, с лесами, то обязательно, конечно же, поделитесь этим видео, нужно максимальное распространение, изучайте информацию, делитесь информацией. И, конечно же, если вам интересна данная тематика, как вы можете поддержать данную сферу, конечно же, смотрите в описании к этому видео, там будет много интересной информации. А с вами был Красильников Сергей и, опять-таки, я вас прошу, делитесь этой информацией, потому что это важно не только для меня, важно как можно больше распространять эту информацию. Спасибо, что смотрели, что слушали. Давайте вместе делать мир немного чище.